Так, помещай, по новой сделаю. Все, заново зайду, да? Да, все. Нашли, да, как все? Ну, как будто бы так. Непонятно, но... Игнать Тихонович, давайте я заново к вам зайду, чтобы не было в казус. Да ладно, ладно, все, говорите. Работает. Проверили, да, все? Более ребята снимают. А, ну, слава Богу. Здравствуйте еще раз, Игнать Тихонович. Добрый день. Все у нас записывается и выставляется. Не против? Во славу Господу нашего Иисуса Христа. Вы последнее видели нашу беседу выставленную? Да, я наблюдаю. Я же ничего не добавляю, никогда. Я не умею, во-первых. И оно целиком так все идет. Так, что у вас за вопросы? Ну, начнем, да? Повторяем, да, что сегодня было? Не тратьте время на повторы. Говорите, что у вас? Из аскетической литературы мы знаем труд Никодима Святогорца «Невидимая брань». Некоторые православные богословы, утверждают, что это труд с ересами латинскими, ну, то есть с католическими. Но в этом аскетическом труде «Невидимая брань» утверждается, что против христиан идет невидимая война. Вот Никодим Святогорец. «Невидимая брань». Ну, по-русски «Невидимая война». Да. И вопрос, вот война против христиан духовная. Она не должна быть написана, на небе произошла война, борьба. И архангел Михаил сбросили его. И дальше говорится, что «К вам сошел дьявол в великой ярости, зная, что немного осталось ему времени. Горе живущим на земле». И тут открытым текстом написано, толковать нечего. Почему и говорит апостол Павел кремлинам в 16-20, говорит, «И соскрушит сатану под ноги ваши вскоре». Наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. Брань, вот это и есть брань, война. Так что Святогорец ничего тут не придумал. Мне всегда удивительно, как люди любят прилеплять что-то сходится с кем-то, католики. О, это католическое проникновение. А католическое, если оно вот здесь 10 раз божественнее нашего, начинает топтать ногами. Кто это так приучил? Я издавал в свое время Фома Окинпийский. На пленку. Там прекрасно все. Она была, эта книга, издавалась монастырями при старе-батюшке, православными в России. Книжка. Она была на первом месте по распространяемости после Библии. Вот какой авторитет был. А сегодня, знаете, говорится, зажрались. Это католики, католики. Да как католики другому Богу молятся. У нас, спроси, что люди знают Иеронима Стридонского? А он святой, в наших календарях записан. А он главный, как у нас златоуст, так у них Иероним Стридонский. А православные практически ничего его не знают. У него написано такое, что ни одного святого нет. Он написал в свое время большой трактат о нравственности священства. Это так тряхнуло, что язычники переписывали от руки. От него все друзья отвернулись. А мать церковь раздеваешь вначале на него. Кто это кричал, ни одного нету, даже знать не знаем. А его имя известно. Один из самых крупных богословов. Перевел вульгату перевод на латинский язык. 30 лет в Ифриемской пещере занимался трудом. Гиганты духа. Так и здесь. Святогорец сказал. Ну, сначала выполни, что он сказал. Я сказал правильно. А тот душок попахивает. Ты понимаешь, научились все у Дворкина мерзостные слова говорить. Ты сравнись со Святой Библией. И во свете ее Бог будет нас судить. 12.48 Евангелия Теана. Слово, которое я говорю, оно будет судить. Я взял себе эпиграфом. Если не по этому, а все остальное, какой смысл, если Бог будет по другой книге судить? Какая мне разница, что говорили соборы, Златоуст, если на суде Божьем их не будет, этих книг. Они сгорят. Поэтому все эти труды я должен выделять по Библии. Я вижу, соборы правильно вот это сказали. Златоуст это сказал правильно. Потому что ссылаться ни на кого не придется на суде Божьем. Иоанн Златоуст говорит, что иудеи будут ссылаться на Моисея. А он им скажет, а вот написано, старозаконие, я говорил, среди вас восставит Господь пророка, как меня, слушайте его. И все евреи притихли. Вот весь ответ. Хорошая книга, полезная. тебя никто не заставляет ее считать. Тебе не нравится, не сходится с Библией, те места вычеркни. А то Александр Меня все зарубили. А у него что, ничего хорошего не было? Сын человечески плохо написан. По одной фразе решают сжечь Осипова, жгут. Вот так же нельзя. Это вообще одуреть надо. Нам что-то не нравится, даже растет из земли не такое. Но мы же не выбрасываем все. У рыбы кости есть. Кости вытащил, а мясо ешь. Да. Ну, там, кстати, в этом аскетическом труде очень много ссылок на священное писание, как на ветхе, так и на Новый Завет. К другому вопросу переходим. Сейчас Великий пост, и у многих православных христиан в пост начинается уныние. Ну, или бывает уныние. Как побороть уныние? Ну, что такое уныние? Сначала нужно рассудить. Разные отцы по-разному объясняют. Я насчитывал пять томов добротолюбия, насчитывал на пленку. Они стоят у меня на нашем сайте. В 80-х годах еще. Там такие выражения заумные, особенно в Исааке, Сирино, Симеона, Нового Богослова. Это две вершины, которые никогда не перейти никому. Ну, и что они говорят? Ну, говорят, ничего не запомнишь. У меня свой опыт есть, наработал. Я принял такую фразу. Уныние от плохо сделано работой. Все. Всем понятно. Плохо работал, уныл. Проработал, ничего не получил. Плохо дитяно воспитывал ребенка, он восстал на тебя. За дочерью не смотрел, она принесла тебе в подоле ребенка в 8-м классе. Плохо молился, ничего у тебя нету. Ничего нету. На поле не выросло, женой не поправился, подкаблучник окаянный. Все от плохо сделано. И уныние, нос опустил книзу. А когда ты мужчина, тебе Бог верил вести, ты твердо держишь в руках. На молитве все стоят. На дело Божие. Дети стремятся кому-то помочь. Престарелым бегут вместе с тобой. Не пропускают богослужения, посты соблюдают. Какое уныние? У тебя только радость. В радость пост. Все в радость. Уныние от плохо сделанной работы. Плохо постился, плохо молился, плохо подавал милостыню. И носит крючком книзу. И рот скобкой вниз. А когда все правильно, скобкой вверх ты улыбаешься. Да, можно заметить, что общаясь с так называемой нашей православной общественностью, она, к сожалению, состоит не только из мужчин, а процентов, наверное, 65 и женщин. И многие женщины, вот мы с вами в прошлый раз сегодня утром говорили, что нам в этом в плане легче, когда у нас все христиане, допустим, в моей семье все христиане. А часто встречаешь такую ситуацию, или, допустим, муж христианин, или жена христианка, а в семье идет война, тем более в пост. Человек начинает вести пост, у него начинаются нападки. Или другая ситуация, я уже рассказывал, когда знакомый Алексей, у него мама как бы, ну, крещеная, он панамарь, ну, раньше панамарь, а сейчас он в одной крупной фирме работает. И как домой идти, прям война, потому что мать замужем за мужчиной, а мужчина тот, он является противником христианцам, и, ну, он почем этого Алексея. И постоянно конфликтная ситуация. Этот человек даже до безумия доходил, разрушал иконы, рубил иконы. То есть вот у многих людей, я встречаюсь, общаясь с православными, перед тем, как вам позвонить, мы уже говорили об этом, спрашивал, какие вопросы задавать. И вот многие говорят, как быть тем христианом, у кого в семье нет, ну, то есть нет христиан. И они вот встречают ситуацию, когда озлобленность идёт, нападки идут, конфликты идут, когда начинается злоба, почему ты вот постись, почему ты не ешь такую еду, как мы. Ну, то есть вот такая, и человек начинает унывать, почему где Господь, почему Господь не слышит, почему так ополчается во время поста, и человек подает в уныние. Это я о многих мне женщин и девушке рассказывали, многие парни православные, у кого семья не христианин. Вот, допустим, в этом смысле мне легко, у меня все постятся, и проблем нет, все христиане. А вот как быть тому человеку, у которого в семье не христианское окружение, а не просто не христианское окружение, а люди ополчённые, люди, ненавидящие христианства. Вот, например, как с Алексеем Пономарём, у которого отчим с иконами, ну, то есть с топором на иконы бросался. Вот как быть таким христианом? Вот они впадают в уныние, что пост — это тяжёлый труд. Несколько вариантов. Самый простой вариант — уйди от них, и всё. Гонят в одном городе, бегите в другой. Вполне применимо здесь, обстановка невыносима, не приведи Бог. Другое — что это за люди-то? Ну, можно как-то противостать, молиться, на своём стоять. И это надо конкретно по каждому отдельному случаю говорить. Вот у меня опыта такого нету. Почему? Я когда обратился, я один. Но Бог сделал так, что тут вскоре обращается сестра, обращается, брат стал священником. Один брат работал даже в КГБ, он обратился. Понимаете как? А которые не признают, они по разным городам жили уже до этого. А остальные меньше. У нас в семье десять детей. Пять братьев, пять сестёр. И поэтому... Потом мама обратилась. Поэтому было такое, отец выпил там, буйствовал где-то. Мать не знала даже меня. Я зашёл там в прохладное место, где зерно хранится. Она повесила замок в меня, они не увидели, что я там под замком. Двое, брат и отец, готовились убить меня даже. То есть обстановка была очень накалённая, с топорами. А я лежал спал и знать ничего не знал. Это Бог так сделал. А потом отец умер по-христиански. И всё у Бога вымерено. Он знает силу каждого. Ну в первую очередь конкретно надо узнать, почему. Вот приходит один и жалуется. У меня с соседом, говорит, отношения прям дошли, дальше некуда, говорит. Почему? Да сосед такой злой, просто невозможно. Ну решили, братья, пойти. Пришли к соседу, стали говорить, как живёте, что, тот не поймёт, что за люди. А рассказывают, видно, простой человек. А у вас с соседом как конфликт? Да, говорит, какой-то тут, я не знаю, баптист или кто поселился, у него ребятишки тут, говорит, у него, говорит, яблоня на его стороне растёт, а ветки на мою. Так они, говорит, через забор перелазят и собирают свои яблоки. А моя, говорит, растёт подальше и так же ветки на их стороне, а мои мне не отдают. На него, говорит, две яблони работают. Ну можно было решить-то, давай, что на твоей территории, то это уже не наше, не лазит туда. С твоей упала к нам, это наше. Всё, вопрос решился. А то не решается, решается, пожертвуй чем-то, отступись. Лучше остаться обиженным, Писание говорит. Мы же христиане. Я вот когда с такими людьми разговариваю, вот у нас дома, там никак не ладится такое, начинаешь дальше говорить. И видишь, что он не без вины, этот человек. Он что-то не договаривал. Вот они делают, молостное варят, ну и пусть варят, тебе какое дело до этого, ты молись. Она задаёт вопрос, я вот поселилась, говорит, у сестры, она баптистка. И она мне, говорит, сказала, я это на квартиру пускаю, но чтобы идолов своих, иконы не ставила. А я, говорит, икону поставил, у нас конфликт. Я говорю, вы договорились с ней? Договорились. Зачем нарушаешь? Ну поставь в шкаф, чтобы не видно было. На шею повешай себе с иконами-то. В чётках идолбоклонники. А я не могу, не могу, да что вы метайся из комнаты и живи на улице. Чё вы дурите-то? Самые простые, элементарные отношения нарушаете по своей дикости, невоспитанности, невозрождённости. Верующий человек так не делает. Он всегда найдёт выход, потому что ему Бог даёт руководство. Гонит в одном городе, беги в другое, а как я там жить буду? Это твой вопрос. Пока на улице, на вокзале, потом заработай, квартиру снимай. Вот так. Один пришёл, ну его чеченцы захватили в плен. Пока там был 3 года-то. Ну сумел убежать. Приехал, жена развелась, мать умерла, квартиру уже продали. У него ничего нету. Они вон, около кладбища там, в земле вырыли два таких нашли. А потом у них корреспонденты берут интервью, он говорит, я квартиру куплю, я сейчас на вокзале работаю, три смены везде, откладываю деньги. Я куплю себе квартиру. Он вырвался оттуда. Ну как, Ломонос автостал, нет транспорта, с обозом пришёл, с Холмогоров, и наконец поднялся на ноги и за границей учился. Это человек такой, ему нельзя никак помочь. Ему только совет дал, а он ничего не выполняет. Она говорит, я жена верующая, а муж говорит, вот вари, а как я буду? Выход есть. Ты затопи, всё свари, мясо не покупай, а он пусть купит, своей рукой мясо положит, которое у тебя в кастрюле варится. Всё, ты не трогала. Ты сделала, что могла, ему не вари. Во-первых, она себя чувствует спокойно, а муж согласился, купит мясо, наложит. Ну как, Настя, у тебя там готово? Готово. Он даже забыл, как раньше было, когда вместе ели-то. Он подъёт мясо, положит, оно варится. Ну теперь, Витя, доваривай, говорит, всё тут уже, всё горит. И он, и любовь сохранилась, и всё. Ну, муж неверующий, он к ней, я не могу без тебя. Как? Ничего, говорит, невластен, над своим телом уступи. Уступи, чтобы он не искал на стороне. Ты будешь как мученица. Вот и всё. Вопросы решаются. Врачи сказали, у вас детей больше не может быть, я у них на квартире живу, а муж-то к ней лепится, не может, едва родила ребёнка. Вот этот, который у тебя ребёнок, надо сделать аборт. И при том, говорят, врачи верующие. Она пришла, Марфа с батей её, давай плакать. Ой, она, Игнашенька, давай помолимся, что делать? Я говорю, никому не верь, Марфа. Рожай. И она родила, Паша и назвали. Так они его звали Игнатьев, я его спас. А после этого ещё семь ребятишек принесла. Семь. А этот четвёртый был, считай, сколько у неё было? Врачи говорят правильно, но Бог сильнее, Он может изменить многое, шире проход сделать и всё. Так что, в любой обстановке надо поконкретнее узнать и быть верующим. А не зная обстановки, совет один, посесть, молись, терпи, терпи, угождай всем, ты не хозяин. Вот и всё. У меня вот ситуация, ещё один знакомый есть, тоже православный христианин, правда, он, можно назвать его новоначальным. Вот у него тоже подобная ситуация, как у Алексея, он просто просил не называть его имя. Вот, у него тоже отчим, и отчим у него драка, в Великий пост даже была. То есть, тот пришёл пьяный и начал говорить, что ты тут свои эти развесил, что ты тут молишься, ты, мы в твои годы, там, 70-е, ну, жили вот так, в Ленин, получается, они там верили, а ты тут иконы развесил. И тут мой знакомый стал с этим, ну как, с этим мужчиной драться. То есть, драка пошла. И он, я у него спросил, говорю, зачем ты бы как бы отнёсся по-христиански? Он говорит, понимаешь, он достал. И говорит, я ему вломил, он после этого перестал. То есть, бывают такие ситуации у христиан, у которых не христианские семьи, там, родители, или там, ну, кого не живут, что конфликт, и они вот вопрос вот попросили задать. Как вот? Потому что мы не часто всё равно на молодого человека находят. Он старается, он молится, может кто-то проповедует. Изучают Евангелие. А он и не приходит. Вопрос тоже уже закрыли. Больше не будем говорить. Всё к тебе. Как у Толстого. Мужик говорил, всё в тобе. Вот всё в тобе. Начинай смотреть. Тебе именно такое дано, чтобы тебя сломить, тебя в первую очередь. Почему ты не уступаешь? Икона развесила. Зачем тебе нужна икона? Положи в шкаф, в ящик положи. Бог живой. Надо тебе икона. Иди ходи каждый день в храм молись. Это люди так привыкли на своём настаивать. Не понимают, что их положение не позволяет им таким быть. Где-то нельзя никак. Никак. Когда ты в заключении находишься, там иконы не развесишься. Ведь молишься же. И не один год. Так, ещё что? Ну, я как раз этому знакомому говорил, что, говорю, ты лучше бы не провоцировался. Но если уже случилась там драка, он подрался, ну что поделаешь. Уже не вернёшь ничего. Ну, этот человек упал с сотого этажа. Пятьдесятый этаж. Пролетает и говорит, что теперь делать? Ну, что делать? Через четыре секунды хлопнешься об землю. Почему ты раньше-то не спросил? Ну, это не игра какая-то. Нет, это вопрос нехороший. Сама обстановка подсказывает, что делать. Почему Путин не стал рассуждать, что делать? А он что-то сделал и вернул назад. Да, я бы, как сказать, тут ситуация, что молодые люди, вот новоначальные, они же многие вопросы не знают. Вот когда беседуешь, тяжело. Пускай они этот ролик посмотрят, вот когда мы говорим. Да, конечно, они этот ролик и будут смотреть. Да. Кстати, когда первый раз сами записывали, тут были, а сейчас все разошлись, потому что времени ждать. А по поводу Путина, можно сказать, что он часть перевел, ну, войска, а там наши спецнации, наши базы остались. Ну, я просто сказал так-то, ну, всему миру ясно, что главные бомбардировщики выведены оттуда. Да. Это не нужно. Осталось там всего, говорит, сколько, не больше 20 вылетов делают, а делали больше сотни. Ну, тут я не просто к примеру сказал, ему намного труднее. И не надо судить там и разбираться, надо молиться. И Бог усмотрит как-то. Как он? Конечно. Какое питание у него? Ему очень трудно, и христиане должны молиться. Согласен. Согласен. Да, и как раз из этого вопрос другой мы родился. Вот мы с молодыми ребятами обсуждали, как удержать себя в благочестие православному христианину, видя всё и зная всё, что сейчас творится в московской перриархии. Потому что многие знакомые, молодые ребята, они читают и ЖЖ, и Кураева, и сами встречались с такими примерами. Ну, вот кто учился в семинариях, кто не пошёл в священство, сталкивались с такими ситуациями, что описывается, особенно у Кураева была знаменитая статья. То есть не сам Кураев писал, а Кураев перепечатал. Называется «Почему, по-моему, Казань дружит с Тверью?» И я с молодыми ребятами и с многими общался, и кто учился в семинариях, говорят. И вот вопрос родился, как удержать себя в благочестие, зная, что очень много и садомии встречается, и грехов. Как молодому человеку удержаться в благочестие, зная, что это всё есть? Не каждый может удержаться, многие соблазняются. Ну а что соблазняются-то? Конкретно, если у них такой архиерей, это на сто процентов точно. Законным порядком только идти. Есть Синод, написать. Но не так, что давайте сплотимся. Ну как, давайте вместе соберёмся, попу-морду набьём или ещё? Ну это же не просто вариант. Это пустословие одно. Там что? Там и работать надо. Я вам расскажу один случай. Я его высчитал у важного человека, у профессора богословия, у Осипова, у другого только. Дружат вместе еврея и православный. Ещё в те времена, давние. Еврей уже совсем готов принять веру Христову. Но решил перед самым крещением съездить в Рим. А в Риме в это время там такое распутство было, кардинальскими шапками разбрасывались. Ну, христианин понял, что он потерял друга. Ну, прошло шесть месяцев, ему говорят, корабль друга швартуется в вашем городе, в Ленинграде. Ну, он идти не идти, а что идти-то? Друга потерял. Ну, пошёл. Стоит на берегу, как чужой-то. Смотрит, друг его радостный, по трапу сбегает, к нему бежит, обнял его и говорит, готовься к окрещению. Как к окрещению? Да ты... Ты же в Рим ездил, да? И ты был там? Был. И всё видел, слышал. Какое там голубое лобби. Ты же знаешь, что Кураев-то писал. Вот это и оно, что я теперь знаю, сам видел. И решил креститься. Конечно. Если это была бы не божественная вера, там ничего бы не было. Несмотря ни на что, и Бог продолжает пробуждать людей. Там истина Бог в этом Содоме. Вот как можно рассуждать. То есть всё пало, а я увидел там Бога. Как Бог хранит отдельные люди, какой святости достигли. Вот так надо рассуждать. Я считаю, благодатной московской патриархии, поэтому здесь я работаю. Я работаю. А что они злобятся все, потому что их это задевает? Задевает. Я свидетельствую, что не должно быть такими. Я делаю это для Бога. Я вижу плоды. Не просто делаю, а вижу плоды. А куда я буду посылать? К католикам. Я не католик. Православный. Вот сейчас я выставляю материалы. Уже два материала. Католичество называют. Видели? Конечно. Да мы даже читали это. Ну и как? Сильные материалы? По-римски покажем. Римский. Сейчас я третий, готовлю и четвертый материал буду стоять. Уже на этой неделе. Эти материалы на дороге не валяются. Согласен. Без предвзятости. Сейчас вот готовлю материалы. У меня с первого по шестой том открытым оком. Занятия в Потеряевке там с 92-го года с 91-го как начало восстанавливаться. Я сейчас считаю. Ой-ой-ой. Я не трогал. Мало кто считает. Теперь решили просят озвучить на видео каждая тема. Каждая тема. Тема, что есть. Вот сегодня у нас речь шла за воде. Колодец копает. Я об этом. Пожар был. Называется пожар. Гости приехали. Гости. Дорога. Инструмент. Скотина. Пчелы. То есть вот такие вот. Все, что нас окружает 123 занятия. По часту примерно. Или даже больше. Уже два на этой неделе могут стоять. 123 ролика сделать можно. Это мои материалы. Серьезный труд. Материалы ты их нигде такие не найдешь. Вот так. Работа. Настоящая большая работа. И сразу же идут отзывы. Я благодарю Бога, что у меня такое сокровище, где я могу выставить. Часть из них были выставлены. Я когда вел радиопрограммы по радио выступал на эти темы. Ну, это уже в прошлые времена. Называется фамилия и все. Потому что это не в храме. Разрешается. И тут же голоса с места когда за порядок бились. А теперь время прошло и те люди, которые противоречили ни одного нету нигде. Нету. Они совершенно никакие. Растворились и уехали. И больше нету. А когда говорило, они были в деревне. Они пытались показать себя. А уже все было ясно. После драки кулаками они машут. Им ничего не надо было тогда уже. Игорь Тихонович, а вот по поводу как удержать себя в благочестии, просто мы опыт имеем общение. Ну, как я общался, тоже ездил по многим партиям. Я не меньше Кураева всего этого знаю. Ну, конечно, может быть меньше. Кураев все-таки и старший, и профессор. Но я встречал такое явление, когда молодой человек искренне горел, а он является как бы новоначальным. И он столкнулся с каким-нибудь лобби или там, знаете, с другим лобби. Не надо забывать, что помимо так называемого лобби садомитов есть люди, которые просто там деньги зарабатывают в московской патриархии. Есть люди и развратники, и бабники. Я лично таких знаю. Вот. И некоторые люди отталкиваются и становятся как невзоровы, незумными. Я даже знаю Пономаря одного, Валерий его зовут. Он в открытую много раз говорил, что он атеист. Хотя, если посмотреть на его поведение, он напоминает суеверного оккультиста. То есть у него суеверия одни. Но, столкнувшись с то, что он увидел в московской патриархии, он перестал быть христианином. И при этом Пономаря. Я такие явления встречал. Это же не единственный случай, а многое. Многие, увидев таких архиереев, я даже помню, у меня знакомый был священник, он уже покойный, молодой парень. А я только начинал, юноша в московской патриархии. Он говорит, если ты узнаешь, что творится, ты веру потеряешь. Ну, я начал думать, думаю, ну, как можно веру потерять, если ты, если ты, как митрополит Антоний Суржевский, говорю, Христа встретил, и как ты можешь потерять. А потом я столкнулся и понял, да, для новоначального это может быть соблазн. Если он не укрепился, если он не стал верить на две ноги, ну, как, крепко, на ноги, то, к сожалению, с ним может произойти всякий конфузен. Он может и потерять веру. Потому что, когда дерево растет, он маленький росточек. Когда он становится большим дубом, уже, конечно, дуб тяжело срубить, свалить. А когда это маленький росточек, его можно и затоптать, и любой ветер его может сломать. И вот эти трагедии, о которых Икураев в своем ЖЖ пишет, очень часто мы встречаем. И вот как человеку объяснить, что ни в попе дело, ни в епископе, ни в митрополите, если ты встретил такое зло, то сохрани веру свою. Ну, в первую очередь, не проверено. Может быть, наговор. Такое тоже бывает. Такое бывает, да. И на Христа говорили силой бесовской Вильзиолы, и на Павла говорили это, и на святых говорили. Вот она волшебница, Татьяна, мученица, колдовской силой, чарами делает. Ну, если явно это знаешь, ну, это должно быть стопроцентно. Тогда к архиерею по порядку. А если это архиерея, синод, то есть все законным путем должно быть. А он соблазняется. Горе тому, через кого приходит соблазн. Лучше бы повесили мерзнейший жернов. Ну, а этот-то должен о себе сам побеспокоиться. Какую неправду во мне нашли отцы ваши, что повернули вспять? Господь говорит, какую неправду? Ну, и что взамен этого ты получишь? Ну, ожесточился. А ты трудись, может, через тебя он обратится. Ты почему с работы-то не уходишь, где работаешь, знаешь, что не такой начальник-то? А он коррупционер, взяточник. Ты работать начни. И, глядишь, может быть, человек обратится. Нет, перейди в другой храм. А молву не распускай. Вот и все. А он соблазнится. я ему сказал, соблазнится, он и так соблазнится. Молодое деревце. Какое молодое? Да два года верит. Еще себе. Я считаю, молодое, это вот уверовал сегодня и завтрашний день. Уже он не молодой. А третий день уже совершенный. Бог укрепляет. А тут годы и ничего не знает. Открой Писание. Что тебе до того? Ты иди за мной, Господь сказал Петру. Что за ним смотришь-то? Возьми крест и иди за мной, Господь наш. У меня своя лесопилка. Тут за бревнами не разберешься. А я бы глядел куда-то. Враг он? Враг церковный. Ну, молитесь за врагов. Я нахожу места Писания, которые позволяют мне терпеть. Терпение и есть большое терпение. Переходи, говорит, на долгое терпение, если терпение кончилось. Работать надо. Пока ты молишься, тот человек уже не такой. Ты судишь вчерашнего. А сегодня он не такой. Он, может, уже в слезах утопает. Все сложнее. И вот он молодой. Я никогда не считал, что я молодой. Я обратился к вечеру, я уже не молодой. Я уже на корабль пришел и начал всем говорить о Христе. Изменили мне сразу характеристику. Вчера был я такой активный. Член судового комитета. Учусь в мореходном училище. Прекрасно. А тут сразу не пользуюсь авторитетом. Характеристику один и тот же капитан дает, но уже разную. Ничего. Я знал, что делать. Взял документы из училища, ушел. И прожил. Так что, молись, юноше этому скажи. Смотри на Христа. 12.2 к евреям написано Взирайте на начальника совершителя веры Иисуса Христа, который вместо прилижающей ему радости претерпел крест поношения. Посмотри. Взирайте. Вот и все. Как... Этот юноша старше меня. Этот юноша старше меня. Далеко уже сейчас не юноша. Там уже мужик, взрослый. А страдает от жаль. В частности не надо никакие. Вот ответ. Не будем ни имен, ничего говорить. Это знаете... Я уверен, заканчиваю. Там подробностей не нужно. Просто конкретно вопрос, ответ. Давай так. А то мы много уйдем. Просто я хочу сказать, что этот юноша, типа вот этого алмаза, алмаза или кто, который там всякие гадости рисует. Из этой серии. Сорокалетний юноша. Хорошо. Возможность создавать центры миссионерские и разные исследовательские сообщества и браться по примеру общины? Невозможно. Миссионерских отделов быть не может. Это обман. Как вот литературный институт только в России был. На писателях не учатся. Это у тебя есть или нет? Это дар. Своя харизма. И поэтому... Какой отдел-то? Даже шестая глава начинается Деяния апостолов и людей изведанных, исполненных Духа Святого. Ему Бог, учитель. Никаких институтов не хватит. Он как маленький ребенок будет. Вот мы идем известный архимандрит Юрасов. Вы его знаете? Он приехал сюда. Мы с ним поехали в село там прищищать. Наши люди там были. Едем дорогой пешком далекой. Я разговариваю. Он сразу остановился. Это немедленно печатать надо. Нам же преподают там схоластика одна сухая. У вас, говорит, каждое слово можно пощупать. Это говорит человеку, у которого образование. По два высших образования. У меня вообще нет образования. Я слушаю, что мне Бог скажет. Как, как, слышите? Наитие сердца. Я молюсь. И везде смиряться надо. А вы уверены, что от Бога? Что я уверен? Я это делаю и никогда об этом не думаю. Просто я делаю, радуюсь и сверяюсь со священным писанием. Я ни голоса не слышал, ничего, ни света не видел. У меня ничего никогда не было. Я сын пастуха, на поле вырос, у меня крепкая психика. Иначе в подводном флоте не служил бы. Вот и все. Я молюсь и чувствую, по слову Божию, это правильно. Начинаю сразу работать. Как с ним? Какой отдел миссионерский? А с кем разговаривать? Там тебе как они покажут-то? Тут стоит пять человек, и я должен осообразить. Что говорить? С кем говорить-то? Это обман. Их отделы все надо немедленно закрыть. Это обман, фикция. Они такие люди, которые попадают туда жестокие, циничные, хамовитые, пророков из себя строят, а ничего не знают, ничего. Они сумрачные, как старобрядцы. Пост, свирепость какая-то в них. Я их хорошо знаю. А те, которые миссию исполняют, они другие. Они совершенно другие. Тут не смотри, что какой из себя выглядит. На улицу бы не вышел, там бывает такой миссионер. А он ведет себя так, с Библией в руках. И говорит, как надо. И говорит, у нее улыбка, и юмор найдется, и где надо, говорит, усмехнется. Вот так. Устаробрядцев нигде, никогда не было благовестия. И вот эти миссионерские отделы, они никакие. Это дворкинские выкидыши. Жалкие осколки. Безбожие. Вот и все. Но обратство можно? А обратство можно? Допустим, какие-то сообщества, мирян, вот и знамитые было. Можно опытом делись. Опытом. Вот вы хотите, чтобы была община близко? Я отвечаю. Открытым боком. На наш сайт заходите, книги, там 30 томов у меня. Третий том берите. И там пособие по изучению Евангелия от Марка. И которые ссылки там делают на Писание. Берите наш трехтомник, Блаженов и Филак, по нему берите. Никакого тут общества нету. Мы не секта иезуитов или что-то. Конкретно, по святым отцам, Блаженов и Филак. И какие ответы дают, сколько группа должна быть. Вот это обучение. Знать Писание. А во втором томе, там у меня противосектантские. Просто указано, какие места Библии берут сектанты и как на это отвечать. Скачай себе и пользуйся. Я пока лучшего ничего не знаю. Почему? У меня был хороший учитель, Кунцевич, из журнала «Ревнитель». Миссионерский журнал был при царе. такой. А, до революции. До революции. Он мученик, Кунцевич, его казнили коммунисты. Тысячу, кажется, четыреста страниц. Годовая подшивка. Я ее законспектировал, я не знаю сейчас, на пять или на семь раз. Полностью запомнить всю. Там тысячи мест Писания по прямой говорить, в обратном ли порядке, по диагонали ли, когда берут люди. Я все варианты прорабатывал и все старался запомнить. Я люблю Слово Божие. И когда вышел к сектантам, ну, это ни день, ни два, 50 лет. Ни одного поражения никогда не было. Никогда. Даже намека на это не было. И все записывали, они обращались и делали с православными и батюшками. Ну. То есть, братство создавали, допустим, как вот были в 16 веке. Ну, какие именно? Ну, чтобы братство мирян, чтобы противостоять сектам, противостоять. Ну, это хорошее дело. Это хорошее дело. Но это не миссионерские какие-то отделы. Игнат Тихонович, а по поводу миссионерских отделов, можно сказать, я же уже повторяюсь, есть люди, которые нейтрально к вам относятся, есть, которые к вам хорошо относятся, например, у меня. или там Степаненко, как вам хорошо раньше относился. Но есть люди, которые вы знаете, как к вам относятся. Я не могу сказать, что все в миссионерских отделах волки, я не думаю. Я часто, знаете, как говорю, волк боится волкодава. С волками можно легко разобраться, если вы встретите хорошего волкодава. Ну, я вам, смотрите, мне переслали где, на днях. Один пишет, я, говорит, наткнулся сегодня на отца Олега Стеняева. Он говорит, Игнатия Лапкина, помню, он приезжал к нам как талантливого полемиста с сектантами и строгого православного аскета. Но давно, с советских времен, я его не видел. Мир ему и благословение Божие. Отец Олег Стеняев. Видите? Откуда такое? Во-первых, он знает. Он лично встречались, вот как с Кураевым. А если человек ничего не знает, что он может сказать-то? Он только, ну, и выдумает что-то там, хорошее там, а не выдумает. А плохое оно само к нему придет. Да, отец Олег Стеняев. Да, вот я вам просчитал, ну, вот это, просто уже проверено. Ну, вот как раз вопрос сейчас, я вот, мнение как раз Стеняева подведу. Можно, да, задать? Стеняеву. Как раз так Стеняеву подведется. Да. Хочу высказать... Я вот он считал, может быть, вам прочитать. Андрея Кураева спрашивали про меня, он у меня приезжал. Да, да, почитайте. И он говорит, Игнатия Лапкина, я знаю, в его книгах московская патриархия подвергается жесткой критике. Поэтому отношение к нему священников объяснимо. Но то, что делает православность потеряевки, дело благое, замечательная практика сама по себе. И очень редкая. До сих пор я слышал лишь о миссионерских пикетах, которые устраивает в Москве отец Данил Сысоев, то есть при его еще жизни. Только при этом надо обратить внимание на самооценку, самооценка. Не появляется ли через это гордыня. Это важное измерение работы миссионеров. Вот и весь ответ. Это не выдумка, это реально в интернете, говорил он. Да. Ну вот я хочу как раз высказать свое мнение всем протестантам, протестантским сектантам. У них есть стереотип, что православные христиане не знают Новый Завет. Это неправда. Я лично с детства прочитал многократно Новый Завет. Другое дело, что православие это истинный путь. Но устройство древней апостольской церкви с ее кругом богослужения и правил не позволяет многим православным христианам иметь столько свободного времени, сколько у сектантов. Ну то есть столько времени для изучения Библии. Но все равно полно среди православных христиан знатоков Библии. К примеру, отец Олег Стеняев, Игнатий Тихонович Лапкин. Вот можно пример привести. Как-то недавно с одними протестантами общался. Я говорю, давайте мы поговорим с Игнатием Тихоновичем. Они немножко так приподнялись и как бы а потом подумали и присели. Поняли, что видно, человек знаток Библии и они не смогут. По примеру, можно привести отца Олега Стеняева вот диалоги с харизматами с другими сектантами. Они уже в диалогах видно, что не могут найти аргументов. Они уже начинают приходить на чувства, на эмоции. А отец Олег их возвращает и говорит, давайте говорить по Писанию. Так же пример вас. Когда мужчина, по-моему, Сергей Козлов, парализованный мужчина, договорился с егористами, с сектантами, они пришли. Так же у меня ситуация многие бывали. Когда они встречают знатоков Библии, как Стеняев, Лапкин и другие авторы, даже Кураев, они начинают садиться, то есть заднюю включают. Они понимают, что по Писанию среди православных если есть знатоки, они не смогут ответить. Потому что вот пример я наблюдал, как вы общаетесь с протестантами, которые к вам заходят на канал, то есть общаются сами через скайп, видно, что вы приводите аргументы по Писанию, вы приводите им аргументы из того, как кто кого руку полагал, традиция. Видно, что люди начинают вас или цеплять, или задевать, или не принимать. Или, знаете, становится как человек, когда не слышит и не видит. вы ему погиближете аргументы факта, он нет, вот там, как молодежь говорит, за нее включает. Или не понимает? Ну, не поднимает, сцепляет, я не могу так о них думать. Сцепляет. Думаю, в это время они не знают, что сказать и другого нет. Главное наше дело возвестить. Поведут вас для свидетельства, а не для обращения. Он не принял. У меня есть на это ответ. Он не прописан там, где должны быть прописаны верующие, в книге жизни. Ему все равно, как он себя ведет. Как если это... Вот у православных миссионерский отдел, как правило, они все жестокие, хамовитые, бесстыжие. Вот как будто отобирают. На меня как-то вышел там этот Сорионов, Энтео-то. А потом отошли, отошли, и они выключили прибор-то. Я его закрыл, а они его себя не выключили. И что они дальше говорят про меня, я все слышу. Они там еще полчаса меня промывали. Первый раз вышли. Они не смотрят ни на знания, ни на опыт, ни на возраст, ни на что не смотрят. Почему? Стая шакалов. И вот я, которые знаю, из других, которые связаны были с Даниилом Сысоем, они все одинаковые. А одна волчья стая. С чем это объяснить? Что-то не так было. Выставили картину. Стоит машина, около машины, ну так, пристроена, мусульманка одетая. И другая с бутылкой развалилась, там, кажется, с папиросами напишем дочь отца Даниила Сысоева. Там полуголая стоит. Ну и сравнивай. Дочь священному мужчине. Для меня он святой человек. Для меня. Но методы, как он работал, Вот они, мои методы. Вот с мусульманами я даже не произношу слово Аллах, Коран, Мухаммад. Это не мои слова. Зачем? Я им свидетельствую о Христе. У меня прямое повеление. Проповедуйте Евангелие всей твари. Не написано, идите, опровергайте книги, которые не ваши книги. Такого нигде поведения нету. Но если я говорю, нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, Деяние апостола 4.12, это показывает на другое место. Кто не имеет сына, не имеет отца. И отсюда им легко сделать вывод. Так вы что, не признаете? Я ничего вам не говорил. Я считаю, что Евангелие и жил ваш. И все. А еще он постаробряться, там где-то говорит. Говорит, вообще несуразное Даниил Сысоев. Совершенно. Прогулка по храму. Там даже слушать нечего. Я наоборот обращаюсь, стараюсь, чтобы в храм не попали. Пока. Пока. А если придут, в уголок забились и молились. Как эти пришли, братья-то, и ждали, когда-то епископ приедет. А он приехал, а они потом говорят, что он как павлин хвост распустил. Слышали? И они говорят, даже никогда не пришли туда. Мне один полковник звонит из своих органов и говорит, вот вчера смотрел, как патриарх был. Так он, говорит, сам раздеваться не умеет, пуговки ему застегивает. Его еще маленького не учили это делать. У меня вот внук есть, говорит, он уже в два года сам застегивается. Да. Ну да, они же не знают, что они подняка на езде. Ну да. Вот и все. Вот некогда православным, они ничем не занимаются, выпивкой занимаются. Занимаются. Я говорю, смотрите, вот Христос говорит, идите в селение и там увидите ослицу и осленка. Но этого осленка привели к нему. Но если бы на него навешали пустые пивные ящики, бутылки разных, куда Христа-то садить-то? Ему негде сесть-то. И вот так они сейчас наполняют. Чем попало? Чем попало загружают людей-то? Надо это? А ты узнай, надо или не надо это? Православные знают Новый Завет. Я вам скажу со своего опыта. Они считают его. Есть, которые считают. И считают от случая к случаю. Они его не любят. Они не знают. Не знают. Вот я рассказываю, как у меня в лагере сколько ребятишек, и только один, играя, вдруг бросает игру, приходит, Библию открывает. Из тектанской семьи привезли. А почему привезли? Теща православная. И видимо, тещу они слушаются. Она сказала, везите только в лагерь Клапкину. Мы его не заставляли молиться. Он как молится, так и молись, Юра. Через две недели родители приехали, Юрка, ты совсем православный стал. Он молится, все принимает. Он увидел любовь. Ребенок, где больной, я его отдельно веду, узнает, чем он болеет, своими лекарствами, медом, травами. Ребенок это все чувствует и понимает. Он всю зиму ждет, когда ехать в лагерь. Вот так и в любом деле. Православие показать надо. Православие – это целомудрие, это чистота, это нежность, обширность. А сегодня показывает грубость, жадность, бессовестность. Совершенно противное тому, что считаем молитвой Господи, Владыка живота моего. Там избавят, что первое, Владыка, дух гордости, написано, и стрибролюбие оно было, а там выкинули они его. Оно устаробряться. Оно устаробряться, это так и есть, по-моему, да? Остаробряться. Оно устаробряться. Оно устаробряться. Оно устаробряться. Оно устаробряться, значит, дай должность и будут деньги. Завалировано. Под дымом кадильным. Игнать Ильич, ради справедливости надо сказать, что у нас большой круг богослужебный. У нас вспоминаются тексты Ветхого Завета и читаем послания апостолов и Евангелия. Просто у православных большое молитвенное, мы как бы созерцатели больше. Я многих знаю православных людей, которые читают и апостолов, и Евангелие. Просто у сектантов, протестантов, они как в университетах записывают, конспекты пишут, а у православных христиан более созерцательно, более молитвенно. И как бы многие православные христиане, они не... Саша, нет, не надо это. Я это хорошо знаю православных, нету этого. Они собираются... Я говорю, что проходит сейчас? Достоевского считали, называется слово, алфавель здесь. Нет любви к Богу. Нет любви. Любви к Слову Божию нету. И вот священник не может насадить, у него этого нет. Он нет этого. Он ответ любует. Посмотрите, кто выступает, там разное там... Я не хочу называть их даже священники. Они отвечают от собственного шрева, говорят, что тетя Фрося сказала. Да, это всегда встречается. Поэтому они на этом воспитываются. Пусть они на наших роликах воспитываются. Они увидят любовь к Библии. Они говорят, что он с Библией носится, как баптист на меня. Значит, баптист, как Кураев, говорит, у Игнатия какой-то там такой сплав. Вот, говорит, пиетет к Библии. И вот что-то сектантское со старобрядческим. Старобрядческое, это устав строго держит. А Библия сектантское, баптистское. Я слышал про мнение, он говорил, смесь баптиста-старобрядца. Понимаете, как понимаете? То есть порядка здесь нет, а порядок у старобрядца. Значит, это старобрядческая. Кому не старобрядцы, а у нас порядок полный, у нас полная тишина, хождения нету, строжайше запрещено. За семь минут зашли, ни одного звука, все углубились в молитву. Это не какая-то медитация, а это молитва в храме, общая. И тогда открываются царские врата, начинается богослужение. У нас иконы, между иконами надписи священного писания, везде. И ни один архиерей против ничего не скажет. Почему? А это не запрещено, павильона. Мы не смотрим на то, как, где делаются. Мы говорим, как полезнее, чтобы не противоречило православным уставам. Никак. Вот у нас никто, ни одна бабушка к батюшке не подходит. У меня живот болит, там, или гастрит, перитонит, там, что-то, разреши, батюшка, молочко. Ни одна не подходит. У нас это не разрешено. А если она будет, на два года отлучается, соглашенными выйдет. А что можно? Ну, врач, если сильно, уже она не может, разрешается растительное масло, кроме среды и пятницы. И все, такая же община православная. Почему, когда бывают здесь патриархийные священники, они говорят, вашу общину ни один священник не потянет, а ее тянуть не надо. Даже архиерей говорил, который наш был, я говорю, у вас как в подвешенном состоянии, такие вопросы все задают. А в других местах как отпевать, ну, то есть, по мощам, мертвым-мертвым. А здесь задают вопросы конкретно по Святой Библии. Ну, по поводу Библии можно сказать, что Библия не баптистская, а наша. Православные христиане должны опираться как на священное писание, так и на священное предание, на отцов церкви, если это не противоречит Библии. Но это все наше. А когда люди начинают только обряд двусторную выполнять, конечно, это трагедия. Должна быть полноценность, полноценный взгляд. Православные христианцы — это полноценные христианцы. А сектанты, они отщепенцы, они часть, то есть часть всех. И баптисты, вот я просто хочу вас поддержать и сказать, что вот я замечаю, когда вы с ними общаетесь с разными сектантами, чувствуете, что многие вас хотят как-то задеть. Вы как бы не реагируете на них, потому что видно, что люди... Некоторые преследуют определенную цель. Это видно по человеку. Он начинает разговаривать, он уже как бы... Когда он не слышит аргументы и начинает цепляться, это не серьезно как-то. Тебе сказали аргументы, ты или смирись, или приведи другие аргументы. А часто вот я наблюдаю, когда диспуты происходят, отец Олег Стеняев, вы, Гнадий Тихонович. Может быть, я не совсем согласен с отцом Олегом, не совсем с вами согласен. Мы люди. У нас могут разные взгляды. Но вот эта любовь ваша к Библии, к Слову Божьему, это очень по сердцу. И когда идут ссылки на Писание, это приятно, что мы, православные христиане, имеем людей, которые могут на основании Библии, Ветхого Завета и Нового Завета дать не просто отпор, а даже многих сектантов приводят к истине. Потому что сколько мы знаем случаев, когда вы общались, когда отец Олег общался, и даже отец Андрей Кураев, и другие люди, и когда человек, видя, что у нас есть здоровые аргументы, приходил к истине, к православию. Слава Богу. Повторюсь, не совсем можно согласиться. Я человек, у меня свои тому будут взгляды. Но на основании Писания это очень... Слава Богу. Дай Бог вам здоровья, Игнат Тихонович, и дай Бог, чтобы Господь вас хоронил на всех путях. Чтобы Господь благословил вас, и еще потрудиться во славу Божию. Видите, нападают, когда вот тут появился сей архимандрит Иоаким Паш. И вот нам выставили материалы о нем, что против где-то. Я не нашел ничего, что против. Он мне понравился. Поступает у семинаристов, говорит, образуются какие-то там кружки о послушании. А потом говорят, показывают, кто-то там где-то медитацией занимается, где он когда-то был. Но с этим, что впереди, вообще не связано. Они там насобирали, говорится, наскребли к нему, а он к тому никакого отношения не имеет. У него вид патриарха настоящего. Я ничего не нашел нигде, никак. Мне не надо, чтобы там за него Кочергин заступается. Его надо поддержать, чтобы его не гнали. Он оставил там родину, приехал сюда, ему так нелегко здесь. Все другое-то. Они на него нападают и давят. Это суть патриархийная. Заглушить зависть. Зависть зеленая или какая она там, дикая зависть. Вот этот... А его же приглашали, по-моему, именно с патриархией, по-моему. Там как раз он на Ламе выступал, когда. Я много его смотрел в выступлении. Я насчет него ничего не могу сказать, потому что лично человек, если не знаешь, я... Но я обратил внимание, что когда Кочергин о нем говорил, я слышал лично. Кочергин говорил, что он молитвенник, что по его молитвам Господь открывает многое. Но в этом фильме я зацепил, я смотрел, это у Кураева. Кураев, кстати, выложил о нем, что это именно не очень хороший человек. С такой подал подачу, что встречает... Что он, смотрите, вначале говорит, там 30 лет, потом 58 лет, что у него есть как бы нестыковки. Но это можно сослаться на возраст. А что зацепляется-то? 30 лет... Ну какое это отношение имеет? Он говорит, родился в этом и столько лет пробыл. А в другом месте говорит, сколько в монастыре был. Я прослушал, никаких противоречий-то и нету. Это так просто лепят к нему что-то. Значит, ничего за ним нет, иначе бы не придумывали. Его видно, как он имеет доступ до людей. Он живой. И в это тухлое болото, это патриархийно, он буквально факел сунул-то, что можно работать с этими людьми. Можно. У него, может быть, учиться надо, а не против его воевать. Я не разговаривал ни с ним, я вообще не знаю, прослушал там целый час этот ролик, и я не нашел ничего, с чем бы сказал, что это не православное. Он активный, он старается. От него люди ушли. Ну и что ушли? Это их забота. От Христа ушли, остались 12. От Павла ушли, один Лука остался. С неба третья часть ушла. А при чем тут Яким Парта? А они ушли, он обидел их чем-то. Забрал что-то. Есть органы судебные, подайте. Ничего нету за ним. Нету, это обман. Он активный очень, очень активный, и у него опыт есть, и надо прислушаться. Он же не делает это в углу, открыто, все. Это достойно уважения. А эти лопаются. Это Филиппиев был здесь, Всеволод. Он стихи писал, книги в православии. Напали на него, сгрызли. А я узнал, и сразу стали молиться. Да, я с ним не согласен, он там все тоже по мощам, да где-то, это не наша отрасль. Но его стали гнать, вот как Глеба Грозовского, там этого, и за него молиться. Молиться. Он сидит, обвинен в педофилии, ему трудно там в тюрьме сидеть. А если будет доказано, отношения не меняются, Яков постник. Житие Якова постник. А он убил, изнасиловал ее, убил и бросил. Три греха сделал-то. А Господь потом дал покаяние, вернулся. Житие святых. А за ним еще не было. Обследовали девчонок, ничего нет. Ну, людям это, знаете, как Достоевская пишет, Зосима говорит, любят падение праведного. Да, да, да. А тут еще и не доказано еще. Не надо, надо голос свой туда вплетать, в крик хулы. Я мнение смотрел Диакона, который лично знает Вякима Пара, он говорит, что, как вы правильно сказали, там много они натянули, потому что, говорит, тех людей, которые якобы уже в общине нет, они ходят. Ну, а Кочергин Андрей Николаевич, он, конечно, эмоционально отреагировал, у него аргументов не было. То, что молитвенник, ну, я лично повторюсь, я ничего не знаю, это вот мнение разных людей, Кураев выстрелил, вот так. Другой Диакон говорит, вот так. Ну, Диакона я вчера, Саша, я Диакона вчера прослушал этого. Ну, Диакон-то такой, не решист, он больше мычит, чем говорит. Классно сказали. Здорово. Ну, да, ну, Диакон, я ничего не могу сказать, я этого человека, я, знаете, стараюсь так, если я лично человека не знаю, то я стараюсь ничего о нем не говорить, потому что это будет не по правде, чтобы не было клеветы и оговора. Вот, допустим, я знаю, лично могу сказать, сослаться, общаясь с протестантами, с неюзычниками, с оккультистами, сатанистами, с кем только не общаясь, с кем только миссионерство не вел, то я могу сослаться на какого-то автора и сказать, вот этого я знаю, послушайте, вот здесь, на Осипова, на Дунаева, на Алфеева, на Кураева, на Стеняева, на Лапкина. То есть я уже знаю, что тут о каких-то вопросах этот человек силен. Хотите библейский ответ услышать по Писанию нашей православной? Давайте могу Стеняева, могу Кураева, могу Игнать Тихоновича. А когда я лично человека не знаю, то, конечно, трудно. Это надо знать, я кема пара, пообщаться. Но мой взгляд, я повторюсь, я ничего сказать не могу. Тут мои уста могут только молчать. Я настолько выслушал разные взгляды. И хорошо, что вы озвучивали, хорошо, что вы высказали свое мнение, неинтересно. Потому что уже картина будет складываться. Вы более человек взрослый, более опытный, и это будет интересно. Тогда другой вопрос можно уже? Давайте. Профессор Алексей Ильич Осипов, отвечая на вопрос про Ветхий Завет, заявил, жизнь очень короткая, и мы должны знать вероучение православной церкви, православной церкви, Евангелие, святых отцов. А Ветхий Завет не так важен, ибо это одетоводитель к Новому Завету. Осипов часто любит ссылаться на святителя Иоанна Златоуста. Ветхий Завет отстоит от Нового Завета, как небо от земли. Вопрос, насколько важен для христианина Ветхий Завет? Ну, в первую очередь, что Осипов сказал, так и есть. Плюс. Полный. Насколько важно? Ну, как сказано, как где-то водитель, мы не можем знать, что такое жертва, почему, грехопадение, для ознакомления. Ну, а Псалтырь-то, Ветхий Завет, а его и дома, и в храмах везде считают. Просчитать и знать надо, как доказать. Вот говорят иконы, идолы. Я доказывать-то по Новому Завету не смогу, по Ветхому, потому что там отрицание идолов. То есть, тут надо разобраться. А Осипов сказал абсолютно правильно. Да. То есть, ну, Ветхий Завет, знаете, я тогда немножко расширю вопрос. Есть даже гностические направления в христианстве, даже это иногда встречается у православных. Вот я пример введу. Есть такой знаменитый исследователь иудейского опроса Григорий Климов. И когда ему задавали вопрос по поводу Ветхого Завета, он про Новый Завет очень хорошо отзывался, а про Ветхий Завет крайне негативно. И многие богословы говорят, это гностический, сектантский взгляд. Когда человек, я среди православных это встречаю, когда человек говорит, вот мы только апостола будем читать, только Евангелие будем читать, а Новый Завет вообще якобы чуть не важен. Я им стараюсь сказать, что нет, там много мест для нас очень важных. Мы все-таки должны знать Писание полностью, полноценно. То есть, отрицают Ветхий Завет. Как вот объяснить христианину, что все-таки да, это где-то водитель, да, это небо и земля, это разница, это лестница, как Иоанн Лесточник говорил. Но все же мы должны знать, что и Ветхий Завет для нас очень важен. А Иоанн Златоус зачем бы толковал весь Ветхий Завет-то? Зачем? Согласен. Давид Кирский зачем бы толковал пророчество Даниила? А Златоус книгу, там, четвертый том посвящает бытию, шестой том посвящает Исаии. Это все из Ветхого Завета. Это разговор-то какой. Я только хотел спросить, а кого упомянули Климова? Кто он такой? Кем он раньше был? Это не тот, который написал про Сталина, там, Берия, что? Да, у него много книг было. Это не этот Климов, который, говорит, они знали там, знали все колдовство и уничтожали корень каждого, кто кого знали. Вполне возможно, этот Климов, я не помню, я его давно читал. Я, знаете, у меня один священник, когда юноша был, он мне посоветовал, говорит, почитай, очень интересно, он увлекался этими вопросами, там, дегенерация, это Григорий Климов, и он посоветовал мне, хочешь, почитай. Я все его книги тогда прочитал, какие были у священника. У него книга, она, по-моему, «Князь Мирос», где он на основании как бы Евангелия, ну, это как бы такая художественная литература, что «Князь Мирос» действует, потом у него протоколы советских мудрецов, высшая социология, в кавычках «Божий народ», где он показывает, что, ну, у него там очень много, я могу сказать, гностических. Ну, ладно, не надо, просто не надо, я просто спросил, тот же ли нет, это Климов, которого я... Ну, может быть, Климовы же тоже много, есть всякие оккультисты сейчас Климовы, я знаю, все, ладно, переходите, следующий, бросим. Да, да, все понятно. Вопрос про искушение, когда христианин идет в храм, причащается, делает добрые дела во славу Божию и так далее. У него бывает, ну, у христиан бывают нападки, искушения. Искушение — это попущение Божие. И как христианину бороться с искушениями? Можно пример такой привести, когда вот знакомые из православной общественности со своим сыном стали там, ну, там, двоюродный их брат превратить его в христианство. А тут был какой-то там пьяница, полуоккультист какой-то, суверный. И у них дома начались пожары. И они прям говорят, реально, на глазах они гуманическая сила началась. Когда они там этого парня весноватого былили, из него дым пошел, пар пошел. И я вот общественность опрашивал перед тем, как задать вопросы молодых людей, девушек, парней. И очень многие поведали, что жизнь они встречали вот это, когда ты начинаешь делать добрые дела, когда ты начинаешь готовиться к причастию, причащаться, как весь ад восстает. Об этом, кстати, даже Юрасов очень хорошо говорит, что он начинал в храм ходить, как демоны восстали. Прям неприятности на работе, дома что-то летит, техника. Как христианину противостоять искушениям? Тем более, сейчас Великий пост, и многие тоже на это сетуют, что они встречаются с искушениями. Если ты знаешь Христа, то все искушения никакой уже силы не имеют. Иоанн говорит, богослов говорит, тот, кто у нас, больше того, кто в мире. Раз он больше, то и разговаривает ищем. Надо знать, что искушение двух родов бывает, от Бога и от дьявола. Человек искушается собственной похотью. От Бога только одно, говорит, гонение, искушение от сатаны и болезнь. Это от Бога. А остальное все, человек искушается, там увидел красота, деньги, женщину, искушается этим. Ну, отруби это похотение. А как ему больше-то никак? Есть такой грех, против которого нужно держать оборону. Ни шагу назад. Другой есть, наступательную тактику вести. Есть грех, который написано бегать и блудодеяние. Не думай обратить женщину, которую знал, ты грешил с ней, а я уверовал, она обратится. Забудь эти детские мысли. Не звони, не разрешай, и лучше переехать. Той улицы даже не ходи. Вот и весь ответ, искушение. Что значит искушение? У нас в епархии было искушение. Архиерей выставил там бутылки охлаждать, а семинаристы выпили. Приходит еще, а вот искушение-то. Так это не искушение. Так и молодежь, видимо, как сказать, не очень культурная, точнее, не в благочестии воспитана. Если бы они в наших общинах старообрядские были воспитаны, они бы не пили там. Вот они пришли, приехали в Барнаул сюда, а он ко мне зашел сразу, там один на Подьяхон, кажется, был. Я говорю, ну и как ехать? Да всю дорогу, говорит, Пугачеву слушали. Пугачеву. Я говорю, лучше еще. Ну а тут они остановились в комнате благочинного у нас тут есть-то. А пить-то, видимо, сильно-то нечего, они одеколону, налопались, одеколону. Ну и утром-то подают с похмелья-то, архиерею-то не то подают-то, он крутой такой был, Гедеон Докукин, архиепископ. Он как ему дал, он из алтаря ногами-то выпал с АШЗ-то, это, у-у-у, архиерей-то, хулиган. Он их разметал там всех, он сильно здоровый был. Вот искушение ему. Ну это знаете... Звезданул, говорит, перекрестил его кулаком. Игнать Ихонович, это не искушение, это профанация, это даже и христианцам назвать нельзя. Это что, я даже не знаю. Я говорю то, что есть. Я зашел, а у них там на батарее везде окурки лежат. Прислужники алтарные, перепелись они. Ну а все остальное еще спрашивают. Вот это, ну и как? Вот они приехали, уехали. У нас, вот где я был, когда никогда такого не было. Никогда. Совершенно никогда. Да. Ну я могу пример привести, что я тоже, когда Панамаре, ну и функции подьякно выполнял, когда в юности, я помню, что я встречался с такими деканами, священниками, которые, не то что там в голубом лобе, по-моему, вообще ничего не надо. Их цель это зарабатывать. Они там и пьют, и курят, и девушки. Но сделаю одно но. Безусловно, я встречал и благочестивых священников, и встречал людей, которые искренне ищут Бога и верят в Бога. А то я вот смотрел диспут, не диспут, а диалог вас с одним протестантом, баптистом, он говорит, вот смотрите, там у них вот все творится. это он у Кураева прочитал, неправда. Правда будет в том, что все это присутствует. Но есть вполне очень много искренних и достойных священников. Просто мы говорим о проблемах. Если нас будет кто-то слушать, смотреть, они должны знать. Мы говорим о проблемах, которые нужно решить. А если они хотят встретить богочестивых монахов, священников, все это присутствует. Мы говорим о проблемах, которые надо выявить и убрать. Слово «проблема» слово «забыть» и убрать его. Да, да, да. Я знаю вы это слово. Я говорю на их языке, Ирина Тихонович. Я часто говорю на терминологии. Работать надо, работать. А вот на Тюнса один, его опрокинули там на кладбище и вытащили у него партийные билеты и рядом с лицом сфотографировали сверху. Ну это совсем уж никуда. Это в старое время советское. Это не красиво. Советское. Да, и кстати, по поводу баптистов. Я вот слышу эти сектанты, протестанты, когда с вами общаются, они говорят, что у нас так все плохо. А я-то их не один год знаю. Я лично тоже, как вы, с ними общался с детства. Я встречал девочек из их... Ну то есть ходят в их секту девочки. Или там у них бабушка ходит в секту. А она как бы баптистка, а потом выходит. И тоже поведения встречал разные. И встречал их пастыря, которые пьют и имеют сексуальные отношения с другими женщинами. Все это присутствует. Просто наша церковь, она гигантская. И как бы номинальных членов десятки миллионов. Естественно, это все так бывает, как все видно. А если они хотят встретить благочестие и нормальное, все у нас есть. Просто мы говорим о тех, да, недоработках, вам не нравится это зарубежное слово «проблема», с которым мы должны выявить и убрать, потому что это ненормально. А все у нас есть, и достойные христиане, и знатоки Библии, все у нас есть. Только прийди к источнику блага и питайся, потому что истинный путь — это православие, христианство. Можно к следующему вопросу переходить? Никогда не спрашивай, передавай быстро, время не будет. Хорошо, хорошо, это у меня, чтобы вы как бы… Православный священник Натаниэль Капнер из США, бывший иудей, ссылаясь на святого Василия Нового, святителя Иоанна Златоуста, ветхий Новый Завет, утверждает, что толундисты — это сатанинский сброд, ибо они хулят Христа. И избран народ — это все христиане. И Новый Иерусалим — это церковь Христова. Также отец Андрей Кураев в своей книге «Как делают антисемитам» говорит, Бог в Ветхом Завете заключил завет с пророками, а современные иудеи, которые отвергли Христа, это не избран народ. Избранные сейчас — это христиане. Ну что, что сказали? Сказали, сказали... Что мы и есть христиане избранные. А те, кто христианны... Куда они денут эти слова, которые Бог сказал Аврааму? И слова его нарушиться не может. Он как был Богоизбранный народ, так и остался. И хотя бы все оказались неверны, но Бог верен, написано. И когда Павел говорит, и Кремлинам 11 глава подробно описывает. Великое преимущество быть иудеем во всех отношениях, а наипаще в том, что им верено Слово Божие. И поэтому то они сатанисты. Это все правильно, правильно. Но сатанисты не все. А во-первых, не до конца. Это будет, а остаток спасется. Он как был, так и будет избранный. А христиане? Христиане избранные. Избранные по вере. А евреи по обетованию. По обетованию данному Богу. И оно не может нарушиться. Бог не отменил нигде, что больше евреев не его. Никогда не проклинать семя Авраама, всегда благословляй. Хочешь быть благословенной, благословляй. Так они масоны. Господь не сказал, масонов не благословляй. Масонов благословляй. А как? Чтобы они познали Христа, куда он пришел к погибшим овцам Израиля. И чтобы они обратились, познали Бога. Это непременно значит, что благословенный народ, он Бога избранный был и останется. А то придумали, что Сатана избранный, и Бог их дьявол, который делает ложь. У него все Бог. Как его назвать? Интересно. Игнать Тихонович, священник Наталья Катнер, он имеет в виду аргументацию не этническую сторону, а именно религиозную. Что те фаристейские секты, кто создал этот иудаизм, они уже не избраны. Потому что они не приняли истинную мессию Христа. А он говорит мне немножко по-другому. Я же вам ссылки, помните, присылал. Я ответил на этот вопрос. Александр, я ответил на этот вопрос, не возвращаемся. Это Бога избранный до конца вселенной будет. Бог не отменил избрание. А что они не такие? Народ неверный, а Бог остался верный. Никаких книг больше не надо. Он Бога избранный и да будет благословен у Бога. Эта тема для меня закрыта, и я никуда не сворачиваю. Потому что писание нерушимое. Игнать Тихонович, я вас даже не хочу трогать, я просто хочу сказать в искусстве своем мнении. Откровение Иоанна, вторая глава и третья глава, богослово, там сказано, что это сборище сатанинское. И сам Христос в арестейской секте говорит, что вы дети сатаны. Которых он видит перед собой, которые нарушают заповеди, дети сатаны. Мы говорим о народе всем. Это все правильные дети сатаны. А под эти дети сатаны, что православные не подходят? Когда знаем, что творится-то. Католики все подходят, все, кто грешит. Кто дела дьявола исполняет, то есть сын дьявола, сатаны. Да, здесь, скорее всего, говорится именно, он Натаниэле говорит, что здесь говорится, скорее всего, о тех людях, которые... Просто видите, есть же другая сторона, когда люди до безумия начинают возвышать и говорить, вот напоминаю, например, как с арийцами вот этими. Есть же такое движение у нас, христианцы, арио-христиане, которые исходят посыл, что вот они избраны в потомки пророка Ноя. Я вот с такими общался, США, там, всякие правые движения, они говорят, вы знаете, мы благословленные потомки Афета через пророка Ноя. То есть и такие я слышал мнения. И они очень жестко против людей выступают. Они говорят, что все, это лундист, это все, уже отрубленная ветвь. И все, я понял. Как ты мне голову забиваешь вот этой щушью. У тебя сильно привязано с каким-то партием. Не надо это. Сказали они, сказали, забудь эту Блеботину, не носи мне в уши. Я слишком много этого считал. Но он, Бог верный в слове своем. Хотя бы отступили все до одного, но остаток спасется, Павел говорит. Благословение не отнимается. У нас, в меру православных совсем исчезнуть. Но про евреев это нельзя сказать. Они все равно обратятся. А что русские обратятся, про это нет пророчества. Ну, потомки Афиета там. Ну, ладно. Игнать Ильич, я вас не хотел, чтобы вы так воспринялись. Темы, которые уже обсуждали. Я не хочу время тратить. У меня его нету. По делу давай говори. Я хорошо. Я по поводу Христа хочу ответить. Господь нас вообще сказал никого не проклинать. Благословляйте врагов своих. Все понятно. Я чувствую, что вы как бы не реагируете. Я вас не хотел ни в коем случае. Не спровоцируйте. Не трать время. Говори быстрее, Саша. Время нет у меня. Я слышу, говори. Смотрел лекции Александра Дворкина про харизматов и неопидесятников. Дворкин насчет этих сектантов, я считаю, прав. Я не согласен с Александром Леонидовичем Дворкиным насчет вас, Жанны Бечерской. И когда Александр Леонидович начинает критиковать православных людей, его критика выглядит очень бледно. Даже о чем его критиковал сектовед Питанов. Потому что насчет сектантов он иногда говорит вот этих харизматов, там, яговистов, пятьдесятников и так далее. Он говорит порой очень здорово. Но когда он начинает критиковать православных христиан, у него получается, как-то, знаете, когда он Жанну Бечерскую слушал, у него есть знаменитая лекция Дворкина про Нью Эйдж. Вот он все нормально говорит, но только начал православных критиковать. Кстати, даже у Кураева, вот мы на частном Кураева ссылаемся, у него есть книга «Церковь в мире людей», где он очень замечательно все отвечает на вопросы, и потом пах, его начинает трогать православных христиан, таких, как он называет, супер-православных христиан, то у Кураева получается тоже бледно. А вот прошло 10 лет, и Кураев на 180 градусов поменял свое мнение. То есть я что хочу сказать, что иногда, не изучив какую-то общину, начинает очень бледно выглядеть. по поводу Бечевской, вас, вот прямо, когда вот они у нас начинают, я им просто повторяюсь, прийдите и поговорите по скайпу, проведи диспут на основании написания. Потому что легко обозвать любого человека, что он там псевдоправославный, вот, к примеру, всех вот ваших улителей, там, Спаратовский. Даже говорить не хочу, у меня времени не надо. Хорошо, хорошо, хорошо. Он говорит, я знаю, что он засланный сюда. Он вредитель православия. Дворкин, Дворкин. Вот это его миссионерский отдел, и вся эта пропасть, как дыра в преисподнюю. Он ничего не знает. Совершенно похоже неверующий человек. Человек, на которого сейчас напечатали, там, он и наркоман, и там, был, это, шизофреник, и доверяет какие-то поездки, куда-то ездит. Ему, с тобой надо заниматься. Зачем мне про него говорить? Он про меня сказал. Ну, сказал, он говорит, наплевать да забыть. Мне некогда про него говорить. Я и говорить о них не хочу. У меня другие темы есть, более важные. Как спасти свою душу. Да, 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 я согласен, Игорь Тихоевич. Я просто хотел сказать, что люди, те, которые, ну, приводили, например, Дулевич, кто они там, Скуратовский, Дудин, я всех не знаю, этих ребят молодых, что если подойти профессионально с точки зрения сектоведения и легивидения к ним, ну, просто изучить их, что они говорят, то можно найти то же самое. Я просто, как знаю профессиональных исследователей, которые занимаются тоже вопросом сектоведения, то же самое можно им предписать. Любому человеку можно все, что угодно предписать, потому что можно придраться к любому слову. Ты лучше иди в народ, проповедуй, просвещай. Вот они сколько времени потратили на вас, на ролики составляли. А сколько он мог составить роликов против сектантов, оккультистов, сатанистов, неуязычников. Почему они на этом поле не работают? Я вот призываю всех людей, вы займитесь серьезной работой, обратитесь вокруг себя. Сколько сейчас неуязычников, оккультистов, сатанистов, их тьма. Займитесь работой серьезной. Потому что к любому православному христианину можно все, что угодно приписать. Так, что еще? Саша, давай дальше идем. Какой вопрос? Хорошо. Хочу вам узнать ваше мнение насчет неопротестантского лидера Александра Шевченко. Сей хлопец уж сильно гонит на православных христиан. Даже я обратил внимание. Он живет в США и его поведение очень такое, знаете, неомазеп. Вроде русский человек, но с Украины. Украинцы для меня это русские люди. А его деятельность Александра Шевченко очень такая деструктивная. Вот я сколько слушал его, смотрел, он прям с такой лютой ненавистью на православие дышит. Вот ваше мнение хотел Александр Шевченко услышать. Я уже о нем сказал. У меня целый ролик стоит. Зачем я буду повторяться? У меня ролик стоит. Про него я уже сказал. Зачем мне это повторять? Ну вот его деятельность это деструктивная, что он прям с такой злобой на православие дышит. Сколько делов-то? Меня это не касается. Я свое мнение высказал, что они ошибаются. Языки, которые они имеют и говорят, это совершенно не сходится со священным писанием. Ничего нет от этого. Я все это подожду к тому, что это беснование. Я согласен полностью. Я уже вам приводил примеры. Я приходил на их собрание. Сейчас великий пост, я просто не хочу ни о чем разговаривать другом. Хорошо. То есть я просто видел, ну приходил на их собрание, там всех этих сектантов, видел действительно там дух нездоровый. Они начинают как свинью режут. Все понятно. Это не наше, не православное. Для меня это закрыто. Все, я отошел. Ничего это не дает, говорить буду. Тем более, он не слышит. Если бы он вышел по скайпу, я бы поговорил. Еще что у нас сегодня? А организовать можно, чтобы с ним поговорить? Потому что он свящий с ним. Организуйте. Организуйте с этим Иакимом Паром. Организуйте с Кураевым, пускай выйдет на меня. С Олегом Синяевым. Я приму любого. С Осипом. Вот возьмите за это дело, выведите на меня, чтобы вот так по скайпу был разговор Дмитрия Смирнова выведите. Но я думаю, они нас, если кто-то увидит, может быть, из их отделов, как вы говорите, пусть как раз и выйдут. Все, я сказал, что я дал согласие, а искать никого я не буду. У меня вот телефон есть, и я никому не звоню в течение года. У меня нет на это ни времени, ни денег. Кому надо, позвонят, найдут. Вот под роликом у меня там выступают иногда. И я никогда не отвечаю. Но иногда выступают, никак нельзя. Куда вам дать ответ? Тогда и отвечают. Какой адрес? Больше нет. Я сказал в ролике все. Добавить к этому нечего. А вот вы как думаете, баптисты спасутся? Нет, Бог спасает не я. Но вне церкви нет спасения. Вот. И Лавио Троицкий книгу издал на это. Да, 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 читал. Вне церкви нет спасения. Да, да, да. Все на это конец. И меня тут уже не надо ни искушать, ни говорить. У меня времени нет на это. Совершенно нету. Так, еще что у нас? Ну, я вот хотел про... Как раз это... Знаете, хочу заметить, что коммунизм, сталинизм, ленинизм, раксизм, анархизм, атеизм, все это масонские проекты. Всях символик. Это зекурат, мавзолей, пятиконечные, шестиконечные звезды, степы, молот, другие символы и знаки. Все это сатанинские знаки и символы. У этих верующих, у левые идеи, целые оккультные культы. Поклонение памятникам Ленина, Сталина и другим их бесовским кумирам. Поклонение огню, пятиконечной звезде. Я на Красной площади видел, как адепты красных идей становились на колени перед кумирами, пятиконечными звездами, ну, перед Сталином, там, перед зекуратом, Ленина. Несут цветочки и многое другое. Все это религиозный акт поклонения. То есть это все оккультизм и латентный сатанизм. Также вся символика пионеров, там, скалотов, оккультная и масонская. Все, кто исповедует левые идеи, являются адептами неуязыческих и оккультных антихристианских сек. Я просто хочу сказать, ну, попросили так задать, что мы видим вот эту агрессию антихристианскую не какой-то не атеизм, в кавычках, это реальный сатанизм. Потому что вот общаясь с леваками, видишь, что вся их деятельность это чистый оккультизм. Допустим, взять такого деятеля современного, как Проханов или Стариков, когда они начинают говорить о Сталине или Ленине, складывается впечатление, что это люди являются, ну, поклонниками в религиозном смысле. И как донести вот этим людям, что они являются, ну, фактически латентными сатанистами, что вся эта, все эти левые движения создали люди, масоны, что христианин не может, если он носит крест, он не может быть христианином. И не может ходить на Красную площадь, ложить цветочки Ленину, Сталину, не может становиться на колени. Просто, вот, к примеру, Старика выступал Жириновским в дебатах и говорит, да я православный, ему Жириновский говорит, ну, там, молодые ребята из ЛТП, какой ты православный, ты такие вещи делаешь. Он к Сталину носит святые, говорит, Сталин великий благодетель русского народа, Сталин за русский народ выпивал, ну и так далее. Как человеку объяснить, что если... Не объяснять не надо ничего. Не имея Христа, вы решили всего. И весь сказ, вы Евангелие проповедуете, а не опровергайте Старикова, Проханова, Александра. Это не надо. Символика. Это не надо ничего нам знать. У нас один символ. Явится знамение Сына Человеческого на небе. И всем пристать на суд Божий. Вы говорите по Евангелии. Вы опять все время меня куда-то закручиваете. Разговор заканчиваем. Не надо это. Им нужно живое Евангелие. Кто не имеет Сына, не имеет и Отца. Сказал безумие с сердцем своем. Нет Бога, это безумцы. 13-52 Псалом. И все на этом конец. Это конца края они не будут перебирать. А еще перейдем на буддистов, кришнаитов. Нам жизни не хватит. Все это вне Христа. И к ним не надо даже никогда возвращаться. Они избрали этот путь, пусть идут. Ад большой наполнит его. Нет, Игнат Тихонович, я согласен с вами полностью. Тут я с вами вообще полностью согласен. Дело другое. Что эти люди начинают наоборот многих вовлекать свои секты, эти оккультные, и говорить, мы православные. Они правильно говорят. Великодержавная партия так говорит. Мы за православие, но против христианства. Я с ними беседовал. Зам губернатора здесь. Почему? Православие себя таким показало. Вина-то не в них, а что православие себя показало таким. Патриарх Алексей I Семанский у гроба распинался у Сталина. Что он говорил? Какая великая духовная сила ушла. И почитай. Омерзительно. Я читал, читал. Что так еще говорит тогда? Это выросло, то посеяли. Это они. Сергей Строгородский что делал? Так, Саша, расстаемся. Нет, можно выставить по поводу партии великодержавной? Она не является христианской, она не языческая. Саша, не хочу. Мне это не надо. Не надо. Все на этом. Давай прощаемся. Слава Христу. Не раньше, через две недели. С Богу слава. Хорошо. Слава Христу. Я говорил, вот устроите встречу по скайпу, о ком говорили. А сегодня же были, да, Тихон, сегодня были, а потом, когда вы сказали, через два часа зайти все разошлись, и я сейчас один. До этого я сидел только. о ком мы говорили, о ком говорили там, если пожелают они. Хорошо, я буду стараться. Яким Парр, или Кураев, или кто там. Пожалуйста. Хорошо, я буду стараться, буду своих ребят просить, как там получится. Я знаю, что Кураев, нет, Осипов, они, у них, они любят на лекции читать, а в диспутах они сейчас. Ну, посмотрим. Помолитесь, пожалуйста. На все на этом. Я молюсь все время. Андрея Кураева каждый день поминаю, Стерлигова поминаю. Мы каждый день их имена святые приносим на молитве. Меня не надо заставлять молиться. Хорошо, хорошо. Слава Христу. Слава вовеки. С Богом. Все, выключайте. Слава Христу.